Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в вашей проблеме, попробуем помочь вам не потерять молодого человека и сохранить с ним отношения. Вы пишете, что вам 20 лет и вы не можете дотронуться до своего мужчины. Целоваться, держаться за руку, обниматься без проблем, а вот погладить шею, поцеловать его шею, провести руками по спине и так далее не можете. Хотя безумно это вы хотите. Далее в пище все начинает обижаться, вы хотите, но не можете подсказать, пожалуйста, с чем это может быть связано. Ну, давайте так. Значит, вот начало. Вы целовались, держались за руку, обнимались, все в порядке. А потом, когда нужно провести мужчину по шее, поцеловать его шею, вы не можете. Вообще говоря, если вы можете держать его за руку и можете обниматься, то просто вот самое, самое простое, первичное, вот, держите его за руку, просто рукой своей ведите по его руке, выше, 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 чтобы дотронуться до шеи. То есть, нам просто нужно удерживать свое внимание на этом, на том, чтобы, вот, дотронуться до шеи. Потому что нет такого слова, не могу, для взрослого человека. Есть такое понятие, как не хочу или хочу, но мне что-то мешает. Вполне вероятно, что вам действительно что-то не дает сделать то, что вы хотите. Может быть, это страх. Если страх, то чего? Понимаете, вы совершенно не описываете свое субъективное переживание по этому поводу. То есть, вот вы не можете, и все. А почему вы не можете, если для кого-то хотите? Смотрите, с одной стороны, есть ваше желание. Да, ваше желание прикасывается к шее машины. И с другой стороны, есть блок, который вам этого сделать не дает. Соответственно, если ваше желание не реализуется, наш блок сильнее. Но именно, если вот немножечко визуализировать, представим, что ваше желание – это одна линия, уходящая вверх, ну, скажем, график, график. А блок – это другая линия, которая является выше, чем линия желания. Так вот, разница между этими двумя линиями, разница между длиной одной и другой – это именно то, что вам мешает. И вот эту разницу необходимо почувствовать, чтобы понять ее природу. Понимаете? И какова эта природа? Может быть, комплексы, может быть, в вашей семье вообще не принято было проявлять нежность и так далее. Но, тем не менее, именно так вам нужно сделать. Дальше. В обязательном порядке, если вы не хотите мужчину потерять, расскажите ему о своей проблеме, доверьтесь ему. Прямо вот все, что вы написали нам здесь, скажите ему. Чтобы он понимал, что вы хотите. Чтобы вы безумно хотите до него дотронуться, но не можете. Чтобы он вам помог. Мужчина возьмет вашу руку, положит ее на свою шею и своей рукой будет, двигая вашу руку, гладить как бы вашей рукой себя по шее. И вы поймете, что в этом нет ничего страшного. Вы поймете, что это совершенно обычное движение. И будете это делать. Если вы не хотите его потерять, ну, сложно ему доверять. Нужно говорить ему обо всем, что с вами происходит. В том числе и об этом. Но вы не сказали. Ему вы об этом не говорите. И возникает вопрос, почему? Если вы ему об этом не говорите, значит что? Получается, не доверяете ему полностью? А если вы полностью ему не доверяете, значит, вполне может быть, что отсутствие доверия и провоцирует эту самую проблему. Вы не гладите его по шее, потому что считаете это слишком интимным. И несмотря на то, что вы хотели бы это сделать, вы не можете, потому что для вас это слишком личное проявление, а вы ему не доверяете, и сделать, соответственно, этого не можете. Вот такие возможные варианты есть для того, чтобы решить вашу проблему. Еще раз повторю. В том, что вы описали, отсутствует субъективный фактор. То есть объективно, объективно, вот вы хотите мужчину погладить, но вы не можете, это объективно. А субъективно, то есть с вашей точки зрения, с вашей рефлексией, с вашей проспекцией, то есть с вашим отчетом о себе самой. Почему так происходит? Вы ничего не говорите. И вот в этом заключается основная беда. Потому что внешняя сторона, это, например, знаете, как вот человек-человек подошел к другому человеку, например, и похлопал его по плечу. А к другому подошел, по плечу его не похлопал. И с объективной точки зрения он его не похлопал, по плечу, потому что у него не было такого желания, он не хотел. Он этого не сделал. Для объективного мира нету такого понятия, как хочу, не хочу, могу, не могу. Есть понятие, я сделал или нет. И если мужчина не сделал, не похлопал другого человека по плечу, то наблюдатель, человек, который смотрел за этим, будет для себя гадать, а какие же мотивы. Мотивы у этого человека одного хлопать, другого нет. И чтобы про эти мотивы узнать, наблюдатель должен подойти к человеку и у него спросить, чтобы тот объяснил, почему он одного похлопал, а другого нет. И вот из того, что он скажет, это уже субъективно, да, можно будет делать выводы, что повлияло на решение этого человека. Не всегда то, что скажет нам такой человек является правдой. Не всегда как бы стоит понимать его слова буквально. Тут и психоаналитическая теория, и комплексы, и может быть страхи какие-то, и что-то еще. Но есть уже почва для анализа. У вас в вашем сообщении почвы для анализа как каковой нет. Анализировать нечего. И есть только страх его потерять. Вы говорите, что очень боитесь его потерять. Мужчина. Так не отсюда ли идет и ваша невозможность дотронуться до его шеи? Что он для вас слишком дорог? Что из-за того, что вы боитесь его потерять, продается сверхмотивация с ним быть. Сверхмотивация предполагает нетривиальный творческий подход к решению задачи. И то, что для обычного человека является машинальным и естественным, для вас является невыполнимым. Возникает вопрос, а почему же вы так сильно боитесь его потерять? На самом деле, чем сильнее вы боитесь мужчину потерять, тем труднее вам будет с ним находиться в отношениях, тем тяжелее вам будет вести себя естественно, и тем больше вероятность, что вы впадете от него в зависимость, если вы уже не впады. Поэтому бояться потерять мужчину не нужно. Если он ваш, он никуда не денется. Вам нужно именно к этому факту относиться спокойнее. Как знать, может быть, если вы преодолеете свой страх и подумаете, почему вы боитесь его потерять, и восполните то, что вы можете потерять вместе с ним самостоятельно, вы не будете так сильно бояться, что мужчина уйдет, а значит будете относиться к нему спокойнее, а значит сможете делать то, чего не можете сделать сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok